Всем привет! Начинаю новый влог. Начинаю его с покупков продуктов. Сейчас пришла с магазина. Купила лаваш вот такой два штуки с сыром. Очень вкусный, очень нравится. Буду делать рулет с красной рыбой. Затем купила сыр. Сыр белорусский царский. Цена за килограмм 365 рублей. Купила кошки. Это фрискос для домашних кошек. Тут курица с овощами. Затем феликса три. Два паштета вискос купила. Она у меня очень любит. Часто тоже не покупаю. Иногда даю сырочки такие ванильные белорусские тоже. С ванилькой очень вкусные. Нам нравится. Ребенку нравится. Я иногда даже еще беру сметану. Еще туда добавляю. Развожу. Это мы такое кушаем. Очень классно. Мне тоже нравится. Я тоже такое предпочитаю скушать. Пасту томатную такую маленькую взяла. Затем палочки такие любимые 10 рублей стоят. Погрызем с сыном. Горчицу взяла вот такую крепкую. Попробую я. Какая же она крепкая. Не знаю. Пачку салфеток взяла. Тоже 10 рублей. Она тут небольшая. Но мне хватит. Потому что у меня вообще закончились. Купила вот такие чипсы. Была акция. Я взяла небольшую. Иногда я могу дать 4-5 штучек сыну. И вот так вот мы эту пачечку потом растягиваем. Вот так по чуть я ему выдаю. Через день. Через 2 дня. По 5-6 штучек. По 4. Вот такие вот нежные сыры. Вот такая вот фирма. По акции они были 29 рублей. Эта пачечка. В этой пачке 60 грамм. Затем купила вот такой вот выгодный набор. Сыр Дружба. И вот такой вот легкий. Плавленные сырки. И в итоге тут 400 и 200 грамм. Цена 150... 151 рубль. Вот. Купила. Потому что мне нужно плавленный на рулец красной рыбы. То есть и так просто намазывать. И так из ложечки. Мы тоже просто так вот берем и кушаем. Затем взяла. Хочу сделать лазанью. Но листов для лазаньи я не нашла у себя. Может надо в центр съездить в магазин и там посмотреть. Я нашла у нас в магазине вот такие вот от Мартин. Такие вот как макароны. Жаловские макароны какие-то. Но они такие вот квадратиками. Я хочу из них попробовать сделать лазаньи. Я посмотрела состав. В принципе тут такое же как и... В принципе как и на лазанье делается. Просто они такими квадратиками. Попробую сделать лазанью. Там уже дальше сегодня не буду. Дальше сделаю. Обязательно вам покажу. Мне просто... Я все знаю. Мне просто надо соус бешамель этот посмотреть в интернете. Как же же его делать. Еще докупить продукты к соусу. И в общем попробуем. Я вам обязательно сниму. Покажу рецепты. Расскажу как вкусно, невкусно. Именно с вот такими вот. Сделать лазанью. Это у меня такие были покупочки. Сегодня. В этот день. Еще засолила я капусту. Это у меня лежит палочка. Я постоянно хожу протыкиваю. Ну, раз, два, три раза в день. Это у меня уже вторые сутки стоит. Я уже воду слила. Здесь было полно воды. Вот у меня двое суток. Сегодня уже пошли третьи. Но я буду ставить в холодильник на четвертые сутки. Рецепт как я солю капусту у меня есть на канале. Я вам постараюсь в описании под видео ссылочку оставить. Как я солю капусту дома. Потому что надоело ходить в магазин, покупать. То привезли, то не привезли. Ехать в другой магазин ради капусты как-то не очень. Это я купила одну большую капусту на борщ. Ну, думаю, как раз засолю. Потому что к нам тут рядом в магазин только привезли большие капусты. Большие качанчики капуст. И вот пришлось купить большую. Думаю, ладно, уже засолю. Вот такая будет вкуснятинка. Хочу вам показать. Пришли с автозаказа. Мне в автозаказе были по распродаже. Покупала я штаны для мальчика. Вот такие вот. 116 размер. Светло-коричневый. 100% хлопок. Брюки для мальчика. Запасная пуговка есть. Выполнены они очень хорошо. Здесь ширинка. Пуговка. Внутри есть утягивающая резиночка. То есть можно утянуть мальчику, который похуденький. Пуговку передеть. В 116 купила. Потому что ребенок растет. Даже если они будут слегка висеть, ничего страшного. Резиночка будет держать на ноге. И не будет видно, что они большие. И не нужно будет подтягивать. Вот такие вот штаны купили на лето. Они очень классные. Уже собираю на весну, на лето уже покупаю вещи. Потихоньку. Кроссовки, джинсы еще надо. Это я купила на распродаже. Которая была до 20 января. В Брюки. Вот такие вот классные штаники. Сзади карманчики есть. То есть очень классные. Мне не очень понравились. Цвет на сайте, когда я выбирала, был намного светлей, чем они пришли. Когда они пришли, цвет классный. Честно, классный. Какую-нибудь еще рубашечку прикупим. И будет у нас мальчик-красавчик. Такие вот штаны, которые в автозаказе у меня висели. Все-таки они пришли. Я боялась, что они не придут. Потому что бывает такое, что висит в автозаказе. И на склад они не поступают. И все. И она не приходит. Но мне повезло. Сейчас на обед у меня пельмешки. Иногда хочется такое, конечно, покушать. Очень вкусные. Это не я лепила. Это я покупала. Они в форме манты. Такие маленькие. Называются сытные. Продаются у меня за домом в магазине. Очень классные. Мне очень нравятся. Иногда я беру по балу в этом. Грамм 300. Чуть-чуть съесть пельмешек. В общем, у меня пельмешки на обед. Если кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. Приготовила я вчера лазанью. И честно вам скажу, даже не буду пытаться искать для лазаньи специальные макароны. С этими тоже очень вкусно. Это очень сытно. Мы вчера съели половину. У меня ел ребенок, которому скоро исполнится 3 года. То есть, это вообще такая классная штука. Штука. Готовила я это в первый раз. Но мне очень понравилось. Буду готовить, готовить и готовить. Надеюсь, вам влог понравился мой. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok